Европейская лирика 20 века не оставляет возможности для легкого доступа. Она говорит загадками и неясностями и вместе с тем поражает богатством. Ее непонятность завораживает читателя в той же мере, в какой она его смущает. Этими словами открыл размышление о современной литературе его дающийся знаток Хуго Фридри, сочетавший интересы романиста и германиста, автор, наверное, самой знаменитой литературовической книги о стихах «Структура современной лирики», которая пережила, эта книга пережила с 1956 года невероятное множество переводов и переизданий. И действительно, завораживающая, непонятная поэтическая речь, навсегда оправданная риторическим вопросом Фридриха Шлегеля из 116-го атынейского фрагмента, «Ну разве непонятность столь предосудительна и опасна?» – вопросительный знак, риторический вопрос. Вот эта поэзия побуждает самых разных читателей вновь и вновь вглядываться в стихотворные строки, слой за слоем, бесконечно рассматривая постепенно раскрывающиеся смыслы. И создается впечатление, что каждый значительный поэт XX века, неповторимый голос, которого слышится сквозь испещренные буквами листы, говорит на своем особенном, глубоко личном, индивидуальном языке, сугестивная сила которого не всегда связана с нашим пониманием отдельных слов. Извините. Я плохо прочитала. Можно начну сначала? Вот дела. Разволновалась. Я снова начну. Это плохо было. «Юппика Schönheit. Wie groß, wie klein. Bedenkst du, wie kurz. Dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume. Du brauchst einen Baum. Du brauchst ein Haus. Keines für dich allein. Nur einen Winkel, ein Dach. Zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen den Freund, die Stirn, das Gras, die Blume, den Himmel. Это было стихотворение австрийской поэтессы Фридерике Майройкер. Вот ее фотографию, как раз вы видите, там мне удалось, довелось интервью взять у нее. Стихотворение Майройкер, которое современные литераторы и критики называют королевой поэзии. Кажется совершенно очевидным, что определенная часть художественного сообщения, хранящегося в удивительных строках, достигает нас как бы в обход осмысления грамматических конструкций и сопоставления словарных знаний. Как бы в обход. Так что невольно вспоминается утверждение другого выдающегося немецкого поэта Гюнтера Грасса о том, как необходимо читать его произведение. Я тоже процитирую. Совсем по-другому. «Имейте терпение. Я хочу разговаривать с вами окольными путями. Иной раз вне себя и оскорбленно, порой беря свои слова назад и снимая обвинения, то и дело завираясь, пока все не станет правдоподобным. Кое о чем мне хотелось бы основательно умолчать. Ту или иную часть от части события я предвосхищаю, тогда как другая часть этого события произойдет не только позднее, да и то лишь частично». Так что если моя фраза извивается, мало-помалу омолаживается, вы не дергаетесь, не кусайте ногти. Поверьте, нет ничего более тягостного, чем достижение цели прямиком. Вот надо сказать, в этом отношении наш приход сегодня сюда кажется прямо идеальной пространственной иллюстрацией. Вот думается, что это утверждение Грасса замечательно подходит не только к его собственному творчеству, но и в целом может способствовать более полному пониманию и восприятию современной литературы, в особенности поэзии. Окольные пути, позволяющие именовать многие языковые препоны, удивительным образом оказываются в одном самым существенном аспекте – самыми прямыми. Этот аспект, суть которого состоит в возможности исключительно звукового восприятия стихотворного произведения, считали центральным разные представители культуры, в том числе Георг Вильгельм Фридрич Гегель. Когда он писал, я тоже процитирую. «С музыкой» – это Гегель, да? «С музыкой поэзию роднит звучание, как наружный материал. Совершенно внешняя, в худшем смысле объективная материя, шаг за шагом улетучивается в особенных искусствах, растворяясь в субъективной стихии звука, остающегося невидимым и позволяющего воспринять внутреннее исключительно внутренним». Вот она – стихия, стихия звука. Таким образом, материальный мир со всеми его непреложными данностями растворяется в нематериальном звучании, что и обусловливает уникальное поэтическое воздействие в обход привычного понимания знакомого языка, в обход окольным путем. Отчетливое звуковое своеобразие, не обязательно приравниваемое к музыкальности, в традиционном понимании этого слова, позволяет распознавать удивительные голоса современных поэтов и их недавних предшественников. Это дается особенно легко, потому что уникальность современных поэтических интонаций уже не скрывается за просчитываемыми ритмическими рисунками определенных стихотворных размеров, за созвучиями похожих рифм, за обращениями к словам в общеупотребительных значениях и к расхожим грамматическим конструкциям. Так с отчетливостью проступают индивидуальные языки, на которые в поэтической сфере непременно распадается любой определенный язык в общепринятом понимании, например, немецкий, как у нас сегодня. Соответственно, в произведениях Фридриха Гюльдерлина живет загадочный, изучаемый лишь с большим трудом, язык Гюльдерлин, о котором выдающийся немецко-румынский поэт Оскар Пастер написал Гюльдерлин, прекрасный язык, родственный немецкому. Гюльдерлин ист айне шёне, дем дочен ферванте шпраха. Разве не чудесно? И дальше он продолжает. Язык Хопи, Хопи, язык Хопи понимают, говорящие на Хопи, индейцы племени Хопи. Вот конец цитаты. Ну, то есть только они. А остальные могут слушать, как музыку. Тоже хорошо. А говоря о собственном художественном языке, поэт Оскар Пастер называл свой язык Пастер с маленькой буквы и в кавычках, или Крымско-готским, Крымготиш, что бы это ни было. Как можно легко было убедиться, существует и удивительный, завораживающий язык Майрекер. Вот, как такой отдельный язык. Поэзия в этом понимании оказывается своего рода вавилонским столпотворением, хаотическим скоплением языков разных авторов. Невнятные, непостижимые речи поэтов, лепечущие, говоря словами Пауля Целана, свое палакш, палакш, и обладающих уникальным даром сообщать, ничего не сообщая, позволяют разглядеть глубинные смыслы в пропусках между словами и пробелах между строками. А роль главного переводчика прежде всего достается любому читателю, который, осваивая чрезвычайно сложно устроенные произведения современных поэтов, вынужден переводить их на собственный, индивидуальный, личный язык. А это нелегко. И что можно понять, заглянув, например, в сознание немецкого литературоведа и писателя Михаила Ленца. И сознание это было выведено из равновесия длительным чтением произведений того самого Оскара Пастеора, которого я до этого цитировала. Вот что германист думает об этом. Все слова, цитирую Ленца, начитавшегося Пастеора, «все слова имена собственные», вопросительный знак, «буква – это животное?» Откуда эти цитаты? Что здесь перекрещивается или приходит в плодотворное столкновение? Что за метаморфозы здесь творятся? Какие прятанки? А если вчитаться, пшик, где они, эти только что распознанные аллюзии? Ткацкий станок Пастера подчас побуждает обнаружить систему там, где ее вовсе нет, и наоборот. Можно представить себе, какие сомнения в достаточности собственной языковой компетенции охватывают при знакомстве с подобными художественными произведениями тех исследователей, для которых немецкий не является родным языком. Зато акустическое воздействие, например, строк Пастера, заметно любому читателю. Вот я попробую Оскара Пастера почитать. Курсив гератен Die Eukalyпты Ins Feuer, wenn du dies wüsстest, Aber ich weiß doch, Hustentромbe In eigener Schleuder Ins Feuer Der Krypten Zehntausende Wurden gespeist Bevor man Was riecht Denn so scharf Und so letztlich Du weißt doch, Die Eukalyпты Geraaten Kursiv Это текст, чтобы задохнуться. Его невозможно, вдохнуть невозможно на этом тексте. Может быть, его услышали. Вот как-то так, мне кажется, при чтении вслух отчетливо слышна и в этом случае тоже такая отчужденная, нежная интонация, о которой писали немецкие критики в связи с Оскаром Пастером. И благодаря вот этой особенной интонации, которую, надеюсь, просто слышно, например, восхищенный Геннадий Айги различал в стихах Пастера, как он писал, «легкое веяние поэтической свободы». И он приходил к выводу, Айги приходил к выводу о Пастере. Цитирую. «Сам поэт, как его стихи, он изящен, мудр и тихословен». Слово хорошее. Тихословен. Восприятие произведения как особого звукового единства или, как утверждал другой значительный поэт современности Франц Мон, как танца губ, произведение как танец губ, как танец артикуляционного аппарата, побуждает всматриваться и вслушиваться в текст, присоединяться, так сказать, к этим индейцам племени Хопи, стараясь понимать себя с помощью чужих текстов, осуществляя для этого нечто подобное переводу. Переводу с языка оригинала, то есть с индивидуального и неповторимого языка поэта на свой собственный личный язык. А следующим шагом перевода на личный язык может стать переложение, например, немецкого стихотворения на русский или на какой-нибудь другой общий язык определенного социума. То есть мы переводим на свой индивидуальный язык, а с индивидуального тот индивидуальный на наш индивидуальный, а с нашим индивидуальным уже какой-то общепонятный язык получается. Вот такая история. Да, так приведенные в начале стихотворные строки Фредерики Майруйкер до недавнего времени, вот вас браухсту, до недавнего времени существовали в нашей стране главным образом благодаря Геннадию Айги и его жене Галине Куборской Айги, автором переводов стихотворения пастера на чувашский и русские языки. Я прочту. Это то стихотворение, которое вначале на немецком читала. «Что тебе нужно, дерево, дом, чтобы измерить, как велика, как мала жизнь человека, как велика она, как мала, если вверх посмотреть на листву и потерять себя в зеленой пышной красе. Как велика, ты подумаешь, как мала, как коротка твоя жизнь, если сравнить ее с жизнью деревьев. Тебе дерево нужно, дом тебе нужен, не для тебя одного, лишь угол, лишь крыша, чтобы сидеть, чтобы думать, чтобы спать, видеть сны, чтобы писать, чтобы молчать, чтобы видеть друга, созвездия, травы, цветок и небо». Этот перевод Галины Куборской-Айги чудом сохранился на машинописной страничке в личной коллекции Кристель Фалленштайн, близкой подруги Фридерике Майройкер. Она сейчас болеет, сейчас будет фильм, Кристель, поправляйся, извините, не могла удержаться, потому что она очень серьезно, очень серьезно больна. Да, очень хочется, чтобы ей стало лучше. Вот, а сегодня рядом с этим переводом, который благодаря Кристель нам тоже доступен, вот, зазвучат и другие совсем новые переводы этого стихотворения, впечатляющего уникальной, незабываемой интонации. Способной по-разному реализоваться в пространстве русского языка. Эти версии, которые вы услышите сегодня позднее, версии перевода того же самого стихотворения, дополнят уже имеющиеся 90 переводов, 90 переводов, что нужно тебе, на 43 языка мира, которые как раз Кристель Фалленштайн собрала, вот так вот, да, она собирала это для книги, которая еще не опубликована, ну, и, наверное, все-таки будет опубликована, очень надеюсь. И во всяком случае, эту книгу можно было бы даже еще раз ширить, и не только теми переводами, которые сегодня прозвучат, но и другими переложениями, появившимися за последнее время, переложениями этого текста, такими, как визуализация стихотворения, например, или диалектальные варианты, там есть много всяких возможностей, они используются. Миссия профессионального переводчика поэзии в ее рассмотренном понимании несомненно почетна. Вот поэзия, как многоголосие такого индивидуальных языков, несомненно, эта миссия почетна. Несмотря на то, что делает, действует переводчик без надежды на успех, потому что полнота восприятия недостижима, но он действует с уверенностью в необходимости своего труда и с упорством, достойным Сизифа. И так возникают произведения «Переводы переводов», которые потребуют дальнейшей переводческой деятельности, если я вас еще не запутала, со стороны читателей. Ведь им-то необходимо будет приспособить многозначное произведение к собственной индивидуальной речи, подчиняющейся надобностям беседы неповторимого человека, уникального человека с самим собой. А в результате звучит разнородная, многоголосье, многоголосье переводов, текстов и всего, что там вокруг еще эхом отзовется. Многоголосье. А иногда это и просто пение в унисон, причем такое удивительное пение, которому не мешает индивидуальная окраска голосов. Беседы с участием поэта-переводчика могут проходить по-разному, но тема всегда одна, это сам человек, а вместе с ним и важнейшая составляющая его внутреннего мира, литература, которую подчас и правда трудно осмыслить, не прибегая к сопоставлениям с музыкой, в разной степени мелодичной. Большое вам спасибо за внимание. И вот сейчас, когда движение от многоязычия к многоголосью, от Майеройкер к Майеройкер, так сказать, самыми окольными путями, какие можно было мне себе представить, совершено, мне хотелось бы передать слово нашей маленькой театральной труппе, которая стихийно сформировалась в этом учебном году на филологическом факультете нашего университета. И в труппу эту вошли магистранты первого курса Дарья Барабенова и Роман Рубцов, магистрантки второго курса Олеся Бессмельцева и Наталья Зазуля, студентка бакалавриата Елизавета Носкова и ученик десятого класса 248-й гимназии Григорий Потемкин. Они подготовили музыкально-поэтическую композицию из стихотворений выдающихся немецкоязычных поэтов XX и XXI веков. В эту композицию вошли следующие произведения. Гуго фон Гофмансталь, «Ты видишь город», Нелли Закс за губами, да, простите, Гофмансталь, «Ты видишь город» это стихотворение 1890-го года, 1890-го года, так что мы забрались в XIX век. Нелли Закс за губами 1959-го года, Пауль Целан, химически или алхимически, в зависимости от переводчика, в любом случае это стихотворение 1963-го года, стихотворение Маши Калеко, «Инвентарь», не удалось выяснить дату возникновения этого стихотворения, оно «Аустеннахлас» из «Наследия» было опубликовано, но, в всяком случае, кажется, 70-е годы, стихотворение Розы Аусленда, «Мутерланд» 1978-го года, и Фредерике Майройкер, «Что нужно тебе», который мы сегодня уже как-то слышали, 1995-го года. Поэзия будет звучать на двух языках. Переводы на русский произносят их авторы, то есть каждый читает только собственное переложение, собственный перевод, над которым работал долго и тщательно, и это неудивительно, потому что выбранные переводческим театром строки едва переводимы. И в этом легко убедиться, если знать немецкий и смотреть на экран, где будут высвечиваться оригиналы этих текстов. Надеюсь, что нам удастся услышать и увидеть, как существуют немецкие стихи в русском языке, тем более, что каждое стихотворение предстанет в нескольких версиях, потому что начинающим переводчикам было интересно направить свои усилия на одни и те же поэтические тексты. То есть каждое произведение немецкоязычное зазвучит не в одной русскоязычной версии, а сразу в двух, трех или даже четырех вариантах. И все это можно будет услышать, как многоголосье. И мы все очень надеемся, что независимо от языковых компетенций каждого из слушателей соприкосновение с немецкой поэзией состоится, и она будет слышна в многоголосье, объединяющего нас русского языка, рассыпавшись на несколько разных версий. И в каждом слушателе может потом собраться воедино, не утрачивая своеобразия и особенности разных вариантов. Большое вам спасибо за внимание.